Вот когда рамный счет или допустим там ведет францужика, то все хорошо, а вот Витя повела в счете и шуги ему не складываются. И ошибка, да, потрясти. А кем-то надо за ней наблюдать. Она и туда повернулась, и туда повернулась, и сюда повернулась. Да, да, я хотел, чтобы наш режиссер бы немножко почаще ее показывали. Но он ее довольно часто показывает. Да, но именно такие моменты, когда она... Ну, она потому что без конца живет на корте. Да, она там ерзает на столе просто в стул. Сейчас сломается. Да, выдержит или нет. Да, это брэкпоинт. Обрадовались наши коллеги французские, потому что вот и у Амилии Морисмо появилась возможность сравнять счету. Но прийти в равновесие. А вот в этом гейме уже вот мы видим, как она занервничает. Да, и проиграла гейм. Проиграла гейм, в общем-то, сыграла недостаточно хорошо. И так вновь как бы в равновесии восстановлено французской командой. Правда, еще на гейм ведет Лайзер Аймонд. Вот она со злости бросила ракетку сейчас. Ну ничего, все еще впереди. Можно еще побороться. И еще все можно исправить. Но, конечно, играет она с теннисисткой экстракласса. И поэтому Лайза отдает себе отчет, что такие вот подарки, которые были преподнесены ей француженкой в гейме на подачу Морисмо, часто не повторяются. Было несколько таких довольно грубых ошибок. Мы отмечали, что вот эта вот серия какая-то не совсем удачная вдруг прошла у Морисмо. Сейчас Гиф уже делает все, чтобы ее собрать. Ну а мы наблюдаем за игрой жестких команд. А уже на следующей неделе, в конце следующей недели, мы начнем рассказ о финальном матче Кубка Дэвиса. Вот это я перехватил инициативу Анны Владимировны. И хочу поделиться с вами тем, что мы увидим, наверное. Увидим, ну очень интересный матч. Вот как раз уже прошло сообщение о том, что испанцы подъехали. И, правда, не все уже тренируются на траве. Уже два дня они как там находятся. Это Фелисиана Лотес и Алекс Каррича. А что касается лидеров Мои и, вам кажется, Феррера, то они вот, наверное, должны были накануне уже подъехать и присоединиться к команде. Странно, что они так поздно. Я была уверена, что они из Америки сразу же отправились. Да, вот что-то есть. А ты знаешь, что вот мне рассказывал Бат Коллинз, что в Хьюстоне невозможно было улететь. Там вот эта погода была плохая в последние два дня. Грозовая еда, вот эти. А в понедельник вообще был какой-то там торнадо, ветер, ураган. Они же ведь прилетели сюда с опозданием на два дня. Потому что сначала они от Хьюстона с трудом добрались до Атланта, чтобы просто выбраться из этой непогоды. Причем, то, что называется, на перекладных ночевали, как вообще в самые худшие времена у нас, на полу, на аэродроме в Атланте. А затем уже летели в Нью-Йорк и в Россию. Так что, может быть, и у фон Карлса Феррера вместе с Моей были свои проблемы. Ну что ж, вы сейчас, по-моему, в жаком случае постараетесь уже таких ошибок не допускать. Амилика, как я допустила, да, в предыдущем гейме на своей подаче. Сейчас хорошо опять выполняла подачу и... По 15. Сейчас, ну так как она проиграла подачу свою, у неё, конечно, гораздо хуже. Вот я сравнил, 85% у неё было в первом сете попадание первой подачи, а сейчас всего лишь 45%. Это она ещё одну тему точно допустила. То есть, что-то с ней так, она заволновалась, когда вот почему-то в начале второго сета, и пока что игру так восстановить и не может. И так волноваться с Настей Мыски? Ну, подача, это опять помогает. Да, в этой части. Мягко. Да, вот это здорово. Ну, вот и как усилила игру, да. Первая подача на вылет, и сейчас очень удачно, очень мощную атаку мы увидели. Вот, опять-таки, слева ведь она направила мяч, ну и дальше уже сыграла на опережение. Больше 40-30. Второй мяч. Да, и гейм взяла. Опять-таки, помогла американка, конечно, безусловно, не без этого, но гейм взят, и равный счёт, 3-3. Четыре гейма подряд сумела взять Амели, и, конечно, один гейм и остаётся до победы. Любом, 지원! Вы ездите. Вы в этот раз. Вы в этот раз! Вы в этот раз! Вы в этот раз выг설ите. Амельichtet. 0.15 Ну, удастся или нет, вот этот гейм престижа хотя бы взять? Час и 12, 13 минут они играют, очень быстро, для такого счета очень быстро развиваются события. Второй мяч. Ну, они борются, борются за каждый мяч, правда сейчас неудачно. Ну, она неудачно, она играла очень здорово этот мяч Райман. 15-30. Ну, она сейчас выгоняла свою соперницу, у неё вообще-то единственный путь на своей подаче идти вперёд, играть слёты. И она это очень часто использует. А это двойной матьбалок. 15-40. А вот сейчас осталось на задней линии, и хотя разыгрывал достаточно грамотно, всё равно это тупиковые розыгрыши. Конечно, безусловно. Так вот, всего лишь 1 час и 15 минут провели на корте, и двойной матьбол у Амилии, причём это она уже пятый гейм может играть подряд во втором сете. Что она и делает. Первое очко у французской команды 1-0. Команда Франции уйдёт в финальном матче против команды Соединенных Штатов. Ну, надо сказать, что Моризмо на протяжении всей игры была в руках Ефорже, который не давал ей ни на секунду расслабиться. И, может быть, был какой-то момент при счёте 2-1 во втором сете, когда Амилии допустила несколько ошибок, но тут же гей её собрал, и всё остальное было уже таким, каким должно было быть. Потому что в класс преимуществом Моризмо было бесспорно.